в прошлой программе мы затронули тему града говорили что это напасть сейчас гуляет по всем уголкам земного шара вот во франции недавно выпали градины размером с теннисный мяч впрочем чтобы оставить такие вмятины достаточно градин куда меньше величины вот и возникает вопрос что же делать с этими повреждениями а для ответа мы приехали в гости к нашим старым знакомым визитной карточкой которых является выправление вмятин и главное без покраски а наши опасения подтвердились после крупного града который прошел по разным регионам и нашей большой страны сюда потянулись клиенты угадайте на каких машинах кто экономит на железе приехали различные японцы тойоты много ланцеров и конечно китайцы и что спрашиваю валерия генерального директора автокосметического салона до выправляем хотелось бы на это посмотреть да запросто узнаю валеру сейчас что-то будет и мы подходим к стенду на котором разместился инструмент для выправления железа ну что ж не будем ждать милости у природы когда там выпадут осадки сейчас устроим град искусственный но вмятины останутся настоящие крепись машинка будет больно решаем что наши осадки выпадут на крышу кстати вижу тут еще и великолепные царапины говорю что зритель нас часто спрашивают как и чем их убирать уберем и царапины технологию покажем слышу я от валеры хорошо ну а теперь да грянет град первое есть прежде чем мы посмотрим что же получилось вспомним наш первый тест ланоса и я скажу пару слов в его защиту да по вибро шумоизоляции он что барабан крыша голая но металл приличный и нужен очень крупный град чтобы оставить вмятины но у нас сегодня выпал действительно крупняк ну что натуральные вмятины получились как от града да да очень похоже это василий подтверждает мои слова знакомьтесь мастер по выправлению вмятин без покраски он этих воронок выправил уже уйму задам парочку вопросов вот скажи мне вот эти вмятины можно вывести в ноль чтобы было незаметно да конечно эти мятины я уберу легко но лучше не затягивать как только там появилась мятинка сразу же приезжайте смотрим а чем это связано чем быстрее приедешь тем лучше металл имеет свойство запоминать свою форму да память металла до крем дольше не едем тему тех уже потом работать она запоминает и мне ее назад не вернуть ну что же запомним этот совет а теперь понаблюдаем за работой мастера здорово вот вмятина буквально несколько натренированных движений и ее нет я уже и не вижу следа от былых воронок но мастер делает последние штрихи доводя поверхность до идеального состояния круто да это что говорит василий вот тут крузак приехал весь градом побитый тогда пришлось попотеть ну хорошо а если вмятина попадает на ребро жесткости тогда как тут сложнее отвечает василий и подводит меня к черному авиа вот вмятина на капоте притом крупная да это уже не отграда притом попало это повреждение прямиком на усилитель жесткости ну и что делать будем для начала феном погреем чтобы размягчить герметик на котором приклеен усилитель вот теперь усиление можно отсоединить и выправить вмятину класс главное что никакой шпатлевки и покраски ну а теперь вернемся к нашему ланосу что с царапиной будем делать для начала сравняем ее края мелкой наждачной бумагой это за работу берется алексей после зачистки поверхность выглядит прямо скажем неприглядно стала матовой но зато царапина почти не видна приступаем ко второму этапу алексей называет его интересно зализывание но буквально как собака рано надо залезать лкp то есть сравнять поверхности лака обработанную и необработанную после зализывания царапина уже не видно осталось привести лкп в нормальный вид придать блеск это заключительный этап полировка при том двумя пастами на подробности полировки останавливаться не будем сразу посмотрим что получилось а а похоже лана стал лучше прежнего от искусственного града не осталось и следов царапина исчезла а лакокрасочное покрытие засияло новизной в общем поставите вмятину не отчаивайтесь если лакокрасочное покрытие не пострадало все исправимо и без покраски главное не тяните с ремонтом помните про память металла мы благодарим автокосметический салон кордент за помощь подготовке сюжета жители новгородского региона да и не только вдруг то мимо великого новгорода проезжать будет и под град попадет телефон запишите да и найти просто здание на проспекте александра курсунова он же гриберовское шоссе поворот сразу за пожарной частью есть указатель через 70 метров кордент